И я представляю нашу сестру Галину, она тоже сейчас будет молиться за пробуждение. Галина, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте. Здравствуйте, народ Божий. Прежде чем помолиться, Господь напомнил мне одно свидетельство. И я хочу рассказать это свидетельство. Когда я училась в академии, на тот момент я уже была рождена свыше, спаслась. И я очень хотела, чтобы вокруг меня студенты на моем курсе каялись. На нашем курсе было 100 человек. И я от одного к другому подходила, свидетельствовала, рассказывала о Боге. Но, как написано, духовная слепота была на разуме людей. И люди не воспринимали моего свидетельства. И примерно месяц или два, общавшись с разными студентами, я не увидела эффекта. Я не увидела покаяния людей. Меня это расстроило. И я вошла в молитву. Господь сказал мне, молись за пробуждение курса. И я стала ходатайствовать. Я перестала евангелизировать на курсе и просто стала молиться за пробуждение. Молилась я около двух месяцев. Каждый день от двух до трех часов. Когда шла в академию, молилась. Когда шла из академии, молилась. Умудрялась даже на лекциях тихонечко молиться. Когда записывала конспект в тетрадь. Тихонечко в духе. Кто знает, молитва в духе есть такая. В духе молилась. То есть использовала любую возможность, чтобы молиться за пробуждение. Я представляла, что они каются, что они спасаются в уме своем. И молилась в духе. Ничего не происходило. В течение двух месяцев и буквально на третьем месяце один за другим студенты стали подходить ко мне. И с такой жаждой в глазах. И те студенты, от которых я вообще этого не ожидала. И получается, что один за другим стали проситься в церковь. И таким образом каялись, каялись и каялись. И Господь мне сказал, говорит, видишь результат молитвы, видишь, насколько важна молитва, насколько важно ходатайство. То есть слепота с разума людей, она снимается. И люди пробуждаются для неба, для царства, для спасения. Вот это мое личное свидетельство. Это одно из свидетельств в жизни. Я сегодня подготовила молитву за пробуждение множество мест Писания. Может быть, кому-то это будет полезно. Вот я буду молиться местами Писания за пробуждение. И, во-первых, я хочу поблагодарить Господа, поблагодарить нашу команду. Потому что поднимаются новые будильники пробуждения. И я, Господь, благодарю Тебя, что активизируются эти будильники пробуждения. Активизируются эти колокола духовные. И они звонче и звонче бьют. И армия Твоя встает. Движение армии Твоё. Начинается большее и мощное движение армии пробуждения. И первое место Писания. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима. Не успокоюсь. Да коли не взойдет, как свет, правда его, и спасение его, как горящий светильник. Стучите, и отворят вам. Просите, и дано будет. Звоните, звоните будильники, звоните колокола. И будут пробуждаться люди. Господи, я прошу Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что, Бог мой, Ты ради Сиона не умолкнешь, не успокоишься. И Ты побуждаешь наши сердца. Ты разжигаешь наши сердца. Мы не сами от себя разжигаемся, Господь. Но Ты даешь, Бог, нам этот огонь. И мы принимаем Твой зов. И мы принимаем Твой вызов, Господи. И мы также хотим не умолкать ради Сиона и ради Иерусалима. Это Ты вкладываешь нам Твои желания в наши сердца, в наши души. И мы хотим, Господь, следовать Твоему зову. Мы хотим следовать, Господи, Ты самый главный будильник. И мы, как Твои маленькие будильнички, Господь, хотим быть в Тебе, быть в партнерстве с Тобой. И пробуждать, и пробуждать церковь Твою, невесту Твою, народ Твой. И Ты сказал, как правильно Сергей заметил, стучите и отворят, просите и дано будет. Если мы будем просить, Господь пообещал, будет Вам дано. Если мы будем стучать, мы увидим, нам отворится это, мы увидим пробуждение. Мы увидим пробуждение в своей местности, среди своих близких, среди своих родных. И глобальное пробуждение. То, чего мы жаждем, то, о чём мы мечтаем, то, о чём мечтает Господь. Мы увидим это, если мы будем стучать, если мы будем звонить духовно. Мы увидим, и пробудется народ. И у меня есть ряд мест писания, молитва за неспасённых. От Исаии 42 глава. Но этот народ разорённый, разграблен. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались добычью, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит, отдай назад. И мы говорим с северу. С северу скажи, отдай. И югу не удерживай. И веди сыновей моих издалека. И дочерей от концов земли. Господи. И мы встаём, Боже, за наш народ, Господи, разграбленный и разорённый духовно. Духовно ослеплённый. Мы встаём, Господь, в проломе. Они сокрыты в подземельях духовных, в темницах. Бог мой. И они сделали с добычей у тирана, дьявола, Божия. И ты говоришь, что нет избавителя. Но мы, Господь, мы по зову Твоему идём. Мы хотим быть послушны Твоему зову, Господи. И мы хотим, Боже, в молитве, Господь, быть избавителями, вымаливать, Господи, чтобы духовная слепота, она ушла с их сердец, с их душ, Господь. И мы говорим, отдай назад и не удерживай. Во имя Иисуса Христа пусть придёт эта победа. Пусть придёт Господь. Это отрезвление в сердца. Я вспомнила, как Хеннет Хейгену Господь сказал по поводу неспасённых людей, по поводу молитвы за пробуждение. Хеннет Хейген думал о том, что все ли люди спасутся, Богом ли все предназначены для спасения. И Господь ему проговорил такую притчу. Если ты едешь по шоссе со скоростью 150 км в час и не знаешь, что там резкий обрыв, что ты будешь делать? Ты будешь так же мчать и сорвёшься в этот обрыв. Так и те люди, которые сейчас идут по жизни, неверующие, неспасённые, ослеплённые, они так же прообраз того, что они мчатся по дороге жизни с этой скоростью, и они не знают, что там обрыв. И Господь ему этой притче проговорил о том, что важно молиться, важно вырывать людей из ада. Как написано, спасай взятых на смерть, чтобы их глаза, они открылись, чтобы они увидели истину, чтобы они протрезвели. От Иова 28 глава. Человек полагает предел тьме. Смотри, Иеремия, 1 глава. Я поставил Тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. И мы разрушаем, Господь, зло, атеизм, коварство, колдовство, всё, что не Тобой насажено, всё, что не насадил Отец Небесный. Мы это разрушаем во имя Иисуса Христа. Мы пленяем во имя Иисуса Христа. Мы полагаем предел тьме. И мы насаждаем Твое царство. Как Ты сказал, молитесь, Отче наш, да придёт Твое царство. И мы молим Господь, мы насаждаем, созидаем, насаждаем, как написано в Иеремии, да придёт Твое царство, да будет Твоя воля. Это Твоя воля, чтобы мы не просто наслаждались, но чтобы мы призывали Твою волю, чтобы как на небе, так и на земле Твое царство, оно приходило, и оно расширялось, и оно распространялось. Распространите шатры ваши, написано. Мы должны распространять, распространить лиц царства Божьего, его шатров, его пределов. И обращение к ходатаям местами Писания. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая. Представляете, Господь сравнивает, что нам нужно кричать, как рождающая, не тихонечко молиться, а где есть такая возможность, уединившись дома, просто кричать, как рождающая. Господь реагирует, реагирует на крик, реагирует на вопль. Почему он говорил, раздирайте одежды ваши, раздирайте душу вашу, раздирайте. Как раньше в Ветхом Завете молились, они просто раздирали и вопияли, и вопияли, и вопияли. Я вам хочу сказать, когда эта молитва такая усиленная, когда это молитва родов, то эффект колоссальный. Это такая динамичная машина, такая бомба в духовном мире, что ответы приходят быстро. А если мы лопочим чуть-чуть, то ответы можно ждать годами и десятилетиями. Как важно, чтобы мы не лопотали, а молились, концентрированно молились, с огнем молились, просили огня. Он сказал, огонь пришел, я не звести на землю, как желал бы, чтобы он уже разгорелся. И это ответственность наша. Мы просим у тебя огонь, Господь, огонь пробуждения. И злей на нас, говори через нас, действуй через нас, высвобождай через нас. Мы молим тебя. Огонь пробуждения. Мы хотим жить в огне, мы хотим быть в огне. Мы для Бога будем ходить в огне, как поется песня. Боже, благодарим тебя, Господь. Мы не сами от себя. Это ты хочешь уложить в нас. И мы принимаем все, что ты хочешь нам дать. Мы принимаем, Господь. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. И мы, Господь, хотим быть использованными тобой, чтобы не умолкать, чтобы твоя армия, Господь, поднималась. Доколе не доставим суду победы. Ты победил, Иисус. Но победа должна совершиться через твоих детей здесь, Господь. Ты нам дал власть, власть отвоевать территорию, отвоевать души людей. И ты надеешься на нас. Мы надежда твоя, Господь. И мы хотим с тобой доставить суду, победу, победу пробуждения, победу спасения. Потому что написано, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Это твое желание и точка. Поэтому мы, Господь, хотим делать максимум, максимально достигать, максимально молиться. Пусть подвизается твоя армия, пусть больше и больше, тысячи и миллионы стоят в пролом. Мы хотим видеть максимум излияние твоего царства на нашу землю. Следующее место писания. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Господь — это еще одно место писания, которое подтверждает о том, что сами по себе, логически и разумом, мы к тебе прийти не можем. И нужно, чтобы людей привлек Отец, привлек Дух Святой. И ты сказал, «Когда вознесен буду от земли». И ты вознесен, ты воскрес, Господь. И ты всех с распростертыми объятиями сейчас ждешь и встречаешь на небесах. Жаждешь видеть каждого, каждого созданного тобой человека на земле. Ты хочешь привлечь к себе. Это твое желание, твоя жажда. Спасибо тебе, Господь. Поднимай твою армию, пробужденцев Божий, чтобы больше и больше людей спасалось и выходили из духовной слепоты, из духовной темноты, из духовных темниц. Во имя Иисуса Христа. Пусть магнит духовный, твой магнит любви, твой магнит пробуждения, он притягивает неверующих. Псалом 2. «Проси у меня народы и дам тебе и пределы земли во владение тебе». Бог, ты сам обращаешься к нам, о чем просить. Ты сам подсказываешь нам. «Проси у меня народы, Господи». И мы просим в послушании, мы просим у тебя народы. Если ты сказал «проси народы», значит, ты хочешь дать Господь, хочешь излить Господь. И я прошу тебя, чтобы мы были твоими руками, твоими ногами, твоими голосами, твоими сердцами, Господь. и мы пророчествуем на еще не спасенные народы. и мы говорим, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнайте, что я Господь. И я благодарю тебя, что ты говоришь неспасенным, что твой дух, Господь, он проговаривает неспасенным, и оживает их дух. И ты обкладываешь жилами, и взращиваешь плоть, и покрываешь кожей, и вкладываешь начаток твоего духа, чтобы ожили, чтобы ожил твой народ, ожило твое творение, ожило твое человечество. И они во Христе были мертвы, и теперь ожили, пропадали, а теперь нашлись, как блудные сыновья и дочери. Они находятся тобой, они находятся твоим духом. Твой дух ищет, обозревает всю землю, и находит, находит тысячи и миллионы спасенных душ для тебя, для тебя, Господь, для тебя, народы, для тебя, Господь. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил их сердца и просветил познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И ты, Господь, вкладываешь законы твои в мысли их, и пишешь на сердцах их, и ты становишься, Господь, их Богом, и они становятся твоим народом. Мы утверждаем, Господь, мы пророчествуем, Боже, это высвобождается на наши территории, на наши местности, на администрацию, на президентов, на наших родных, соседей, близких и всех, кто еще не познал тебя. Мы высвобождаем это слово. И так говорит Господь Саваоф, что будут те дни, и уже настают, настают, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу христианина и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с тобою Бог. Господь, я пророчествую, что это время приходит, что жажда духовная приходит, духовный голод поднимается с сердца людей, они открываются навстречу тебе, они ищут тебя. И войск настолько сильный, как вот в моем свидетельстве в академии, в которой я училась, поиск настолько сильный был, люди настолько жаждали тебя, и я говорю, что когда слепота духовная снимается, то приходит этот голод, люди разумеют, что там обрыв, что нельзя мчаться со скоростью 150 км в час, их ждет тьма, их ждет ад. Когда они просыпаются, они начинают искать тебя, они любят тебя, они ищут того, что угодно тебе, они наслаждаются в твоем царстве, они пробуждают еще не пробужденных. Слава тебе, Господь! Слепота снимается с глаз людей, сердец людей, и мы поднимаем, Господь, врата вверхи, и поднимаем двери вечные. Входи, царь славы! Кто сей царь славы? Господь сил! Он царь славы! И я провозглашаю, Господь, что мы возводим очи наши и смотрим вокруг. И вот все они собираются, Господь, народы собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. И тогда мы увидим, увидишь ты, Господь, и мы видим с тобой, и возрадуемся, и затрепещет, и расширится сердце твое, Иерусалим, и богатство моря обратится к тебе. А море, как в толковании, это народы, то есть народы, души, они обратятся к тебе, Господь. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей и дочерей твоих. Спасенные народы будут ходить во свете его. Господь, мы пророчествуем это, провозглашаем умножение пробуждения, умножение спасенных людей, умножение будильников пробуждения, тех, кто будет, тех, кто пробуждает, тех, кто молится, тех, кто ходатайствует. И уже старое, древнее проходит, теперь все новое, новое время и новый сезон пробуждения, новый сезон славы Божьей, Новый сезон, который был высвобожден пророками и Хатсоном Тейлором, и Боб Джонсом, и Риком Джойнером, и другими многими пророками, о том, что это десятилетие, это десятилетие потрясающего пробуждения и славы Божьей, что люди Божьи, они будут ходить в великой силе, в великой силе, что никакая смерть не будет подвластна, будет воскрешение, будут исцеления. Какие бы ни были диагнозы, Дух Божий, Он совершен, Он может все, Бог наш всемогущий. Господи, и дай нам эту силу, мы просим Тебя, излияние Твоего, излияние Твоей силы, мы просим, Господь. Как ходили апостолы, что тень Петра исцеляла. Господи, мы ревнуем об этом, мы ревнуем, Господь. Пусть это придет в нашу эпоху, в наше время во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, славлю Тебя, Господь, что Ты дал нам привилегию быть с детьми Твоими, быть в партнерстве с Тобой, высвобождать Твое Царство, служить Тебе. Слава Тебе и величие, хвала и поклонение за все. Аминь. Аминь. Слава Господу. Спасибо, Галина, и за слово, и за молитву по Писанию. Замечательно, совершенно. У нас, получается, Александру надо раньше уйти, у него обстоятельства, поэтому я сейчас передам ему слово молиться. Он что-то скажет, помолится. Александр, пожалуйста. Привет всем, дорогие. Слава Господу. Очень рад быть вместе на этой молитве. И я тогда говорить ничего не буду, хочу просто помолиться. Предлагаю помолиться. Так вот, где-то минуточек 10, может быть, 15 я возьму. И давайте будем просто молиться. Просто молиться. Я сейчас включу вот такую вот нам картинку. Красивенькую. Не, не вот такую. Вот такую. И будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя и славим. Сейчас я проверю, есть ли я в трансляции. Да, есть. Отлично. Благодарим Тебя и славим. Превозносим имя Твое. И радуемся от того, что Ты решил сделать невероятно мощное на нашей земле, в наших народах, Боже. Мы благодарим Тебя за то, что это пробуждение, оно есть в глубине Твоего сердца. Мы благодарим Тебя, Боже, что Ты каждого человека хочешь вырвать из этих лап ада и вести в царство возлюбленного Сына Твоего. И мы призываем просто, Боже, мы призываем, мы призываем сейчас в этой молитве Твой Дух, Твой Огонь и Твое пробуждение на нашей земле, на наш народ во имя Господа Иисуса. Мы призываем Твой Дух, мы призываем Твой Огонь, мы призываем Твою славу, мы призываем Твое пробуждение, Бог наш. мы нуждаемся в тебе нам необходим ты боже мы жаждем тебя мы не соглашаемся с тем что есть сейчас мы не соглашаемся с тем фактом что так много людей погибает господь в то время как ты заплатил на кресте за каждого уже уже каждый человек имеет просто все основания для спасения все основания для спасения ты забрал у дьявола всю власть ты забрал у него боже все основания что-то делает на этой земле и сегодня именно ты царствуешь и мы благодарим боже что твое есть царство твоя сила и твоей слава и только твоя боже и только твоя боже мы славим тебя и превозносим благодарим тебя любимый за твой чудесный план для наших жизни для наших стран спасибо тебе что ты это вино самое мощное самое могущественное вино приготовил напоследок отец спасибо тебе что мы будем видеть такие невероятные чудеса и знамения, которых даже Моисей Божий не видел ни на горе, ни во время того, как море раздвигалось. Мы благодарим Тебя, Отец! Мы благодарим Тебя, Отец, за это поколение, которое живет в Твоем огне, которое ходит в Твоем ведении, которое ходит в Твоем Духе Божьем, которое носит на Себе Твою славу, Господь! Мы благодарим Тебя за эти миллионы и миллионы спасенных людей, миллионы и миллионы исцеленных людей, миллионы и миллионы чудес Божьих. Мы благодарим Тебя, что Ты прилагаешь сегодня с каждым днем огненных пробужденцев, Ты заквашиваешь, заквашиваешь пробуждением людей, Боже, заквашиваешь их своим огнем, и они становятся в единый голос, единый голос поднимают к Тебе, возносят к Тебе, и Твой огонь, Боже, приходит на эту землю, Твой огонь приходит в наши страны, Твой святой огонь приходит, Боже. Мы ожидаем этого, мы ожидаем этого, и мы не умолтим, Господь, пока не увидим, как это воплощается в реальность. Мы благодарим Тебя, любимый, благодарим Тебя, мы благословляем сейчас друг друга, Отец, благословляем тем, чтобы гореть, гореть для Тебя, гореть до конца, идти, Господь, идти смело, идти дерзновенно, идти в силе, идти в славе. Мы благословляем друг друга, мы провозглашаем защиту крови Христа на нас, на нашем духе, душе и теле, на наших семьях, на всем нашем имуществе, на всем, что связано с нами, с делами рук наших. Мы благодарим Тебя, что Ты сам защищаешь нас, когда мы выходим в эту войну, Боже, духовную, мы под Твоим покровом, под покровом Твоей крови. И спасибо Тебе за это, спасибо Тебе за это, что мы можем стоять друг за друга, что мы можем ходатайствовать друг за друга, что мы можем молиться, Боже, вместе, вместе, что и делаем сейчас. Слава Тебе, любимый, слава Тебе, любимый, слава Тебе, любимый, слава Тебе, любимый, поднимай, Господь, поднимай все больше молитвенников. Пусть действительно, как говорил Сергей, организуется эта молитва 24 на 7, 24 на 7 за пробуждение во всех ее проявлениях, Боже. Огненная молитва, сильная молитва, настоящая действенная молитва. Господь, спасибо тебе, что ты научаешь нас молиться, что наша молитва имеет силу, что наша молитва заряжена твоим духом и заряжена огнем, что наша молитва строится на твоем слове, Боже, и в единстве возносится к тебе и пробивается, 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 пробивается это второе демоническое небо и изливается твоя слава, изливается твоя слава, изливается твоя слава, изливается твоя слава. Боже, мы видим сейчас в духе, мы просто видим сейчас в духе, изливается Твоя слава, наполняется ведением Господа, познанием Господа, наша земля наполняется от мала до велика. Господь, мы благословляем Россию, мы благословляем каждый регион России, мы благословляем мусульманские регионы России, Татарстан, Башкортостан, Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию. Боже, спасибо Тебе, что Твой дух захватывает эти кавказские народы, эти сегодня мусульманские народы. Спасибо Тебе, что все мусульмане на русскоязычном пространстве принимают Иисуса Христа. Мы благословляем Украину, мы благословляем Белоруссию, мы благословляем Казахстан. Боже, благодарим Тебя, что Твоя слава приходит в Казахстан. Мы ставим сейчас защиту крови Христа над этой землей и говорим, дьявол, ты не имеешь права там вредить и что-то совершать. Мы провозглашаем Божье Царство, Божью силу и Божью славу в Казахстане. Господь, мы просим Тебя, установи свой порядок и пусть придет Твое пробуждение на эту землю. Спасибо Тебе, что Казахстан в огне, Казахстан в огне, Казахстан в огне Божьего Духа. Мы благословляем, Господь, остальные страны постсоветского пространства и благодарим Тебя, что в них также приходит пробуждение, что каждый человек, каждый человек, каждый человек приходит к Тебе, каждый человек приходит к Тебе, каждый человек приходит к Тебе. Спасибо Тебе, Отец. Благословляем также остальные страны Божьих именем Иисуса Христа и особенно Израиль, Твою святую землю. Пусть и там, Боже, вспыхнет это пробуждение. Пусть евреи спасаются, евреи спасаются, евреи спасаются, приходят к познанию истины во имя Ишуа, видят, что Ишуа есть царь Израилев. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо Тебе, любимый. Мы провозглашаем Твое царство. Мы провозглашаем Твое царство. нет Бога кроме тебя, нет Бога кроме тебя, нет Бога кроме тебя, мы утверждаем это сейчас, нет Бога кроме Бога живого, кроме Бога праведного, кроме Бога Иеговы, кроме Бога Иисуса Христа и Духа Святого, нет иного Бога на нашей земле, мы запрещаем всем голосам лже-богов открывать свои рты и вводить в заблуждение людей, мы сокрушаем сейчас всякую ложь, лже-регилигий и оккультных культов, всякого колдовства, именем Ишуа и кровью Христа, Господь, мы благодарим тебя, что всякое колено иных религий, оно преклоняется перед тобой и убирается прочь наших земель, мы провозглашаем, Боже, твое царство, твое царство и ты воистину царь, и мы просим тебя, правь, установи свое правление, установи свое правление, пусть все будет в наших странах так, как ты это видишь, так, как у тебя в сердце, так, как в твоем царстве, Боже, мы присоединяемся к молитве твоего сына, Боже, чтобы твое царство было и на земле, как и на небе, Он просил тебя об этом 2000 лет назад, и мы, Господь, присоединяемся к этой молитве, и мы благодарим тебя за то, что ты показываешь в это время, что действительно может быть царство твое на земле, как и на небе, спасибо тебе, Боже, что Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и остальные страны, Боже, они просто действительно являются территорией, где твое царство, твое царство, твоя слава, как воды наполняют море, как воды наполняют море, твое слово говорит, наполнится земля познанием славы Господа, познанием славы Господа, и мы говорим, Боже, соглашаясь с твоим словом, что познанием славы Господа наполняется сейчас наша земля, наполняется наша земля, наполняется наша земля, всякая твердыня, вековые твердыни падают, всякие твердыни в разумах людей сокрушаются, всякое жесткое сердце становится плотяным, потому что приходит твое пробуждение, приходит твое пробуждение, изливается твой дух, изливается твой дух, приходит твоя слава, приходит твоя сила, приходит твое познание, приходит, Боже, спасибо за твою благодать, благодать 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 христову наполняющую нашу землю слава тебе любимый мы также благословляем каждую церковь отец каждую церковь каждую церковь пусть в каждой церкви горит твой огонь в каждой церкви не в какой-то отдельно взятой господь но в каждой церкви пусть православные храмы горят огнем святого духа каждый православный приход он будет наполнен боже твоей славой во имя и Чтобы облако славы появлялось в православных храмах во время богослужений, чтобы Дух Святой захватывал, Боже, каждого прихожанина и каждого священника во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за православную церковь и воздаем Тебе честь, Боже, за всю Твою работу, которую Ты совершаешь в ней сегодня по молитвам святых, Отец. Во имя Ишуа, спасибо Тебе. Благословляем, Отец. Благословляем католические костелы на наших землях. Господь, благодарим Тебя, что и там Твой Дух движется могущественно, что приходит Боже, приходит Твой огонь, приходит Твоя слава, приходит Твоя слава каждому католику. Спасибо Тебе, любимый, что Ты захватываешь католические церкви. Слава Тебе, Господь. Мы молимся за все протестантские динаминации. Благодарим Тебя, Отец, что независимо от того, кем мы являемся, приходит Твой огонь и Твоя жажда. Спасибо Тебе, Господь, что настоящая жажда изливается на каждую динаминацию, на каждую конфессию, на каждую церковь, на каждого пастора. Мы провозглашаем, Господь, Твое царство в наших церквях. Мы просим Тебя, Дух Святой, двигайся так, как Ты хочешь, и пусть всякое препятствие будет сокрушено. Боже, мы благословляем особенно пасторский состав церквей. Мы благодарим Тебя за то, что Твой Дух захватывает их, захватывает каждого пастора, за то, что огонь пробуждения начинает гореть. В каждом пасторском сердце, в каждом пасторском сердце огонь пробуждения. Пасторы России, пасторы Украины, пасторы Белоруссии, пасторы Казахстана горят огнем Святого Духа, горят огнем пробуждения. Огонь пробуждения, огонь пробуждения, огонь пробуждения. На пастырей, на епископов Благодарим Тебя, Отец Благодарим Тебя, Отец Пусть не пройдет мимо никто Пусть не будет препятствием никто, Господь Пусть Твой огонь сойдет на каждого пастора На каждого пастора, Господь И дай нам великое почтение К пастырскому составу, к священническому составу Что если мы когда-то видим Что кто-то не горит, Господь А мы горим Чтобы мы не возносились к Божию Чтобы мы не указывали пастырам Как им вести свою деятельность И что они должны делать? Ну, чтобы мы в смирении и почтении молились, Отец, в смирении и почтении молились, Отец, за своих лидеров, за своих духовных наставников, за своих пастырей, Боже, чтобы все в Твоем Царстве устроено было, как должно, чтобы не закралось туда вот это сатанинское семя, Боже, сатанинское семя превозношения, бунта. Да, Господь, пусть это будет удалено во имя Иисуса, смири, Боже, детей Твоих, которые горят сегодня огнем Твоего Духа, не возноситься и не превозноситься над теми, кто не горит. Сохрани наши сердца, Боже, сохрани наши сердца, дай нам делиться этим огнем с любовью, с любовью, Боже, а не с гордостью, а не с надменностью. Дай нам не быть вот этой группкой избранных, которые замкнулись сами в себе и думают, что они самые особенные. Во имя Иисуса, прости, Боже, если такие мысли когда-то к нам приходят. Во имя Иисуса, прости нас, Господь, и пусть будет кроткое сердце, кроткое сердце. Сохрани наши сердца, мы провозглашаем защиту крови Христа на наших сердцах. Наши сердца принадлежат Тебе, Господь, и Дух Святой. Если есть сегодня что-то в них, что необходимо исправить, пожалуйста, исправь это, исправь это, чтобы мы были теми смиренными, которым дается благодать. Теми смиренными, которых ты возносишь, теми смиренными, Боже, которые живут воистину для Тебя посвященно, а не для себя, Господь, во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Господь. Ты царь, ты царь, ты царь. Огонь пробуждения, огонь пробуждения, огонь пробуждения. Огонь пробуждения, огонь пробуждения, огонь пробуждения, огонь пробуждения. Пусть он сейчас, Божий, захватывает нас все больше. Каждый, кто в эфире, каждый, кто будет смотреть эту запись, огонь пробуждения в кости каждого, кто сейчас здесь. В кости каждого, кто сейчас здесь. Огонь пробуждения в сердце каждого, кто сейчас здесь. Огонь пробуждения, огонь пробуждения. Захватывай, Господь, своим огнем. Захватывай своим огнем. крести своим огнем крести своим огнем пусть каждый из нас превратится в твой святой пожар в твою святую славу в твой раскаленный портал носитель пробуждения господь во имя ишуа мы благодарим тебя царь наш мы благодарим тебя бог наш мы благодарим тебя любимый твое есть царство и сила и слава твое есть царство и сила и слава больше твоего огня больше твоего огня больше твоего огня в нас чтобы он захватывал каждого захватывал каждого каждого кто с нами соприкасается твой святой огонь пусть он идет боже и захватывает все во имя иисуса благодарим тебя господь благодарим тебя господь благодарим тебя господь всякая тьма отступает отступает отступая сейчас отступает сейчас отступает сейчас твое царство приходит твое царство приходит твое царство устанавливается, твое царство возвеличивается, твое царство возвеличивается мы живем в твоем царстве мы живем в твоем царстве Божье царство на земле, как и на небе твое царство, твое царство, твое царство слава тебе, Господь слава тебе, Господь слава тебе, Господь друзья, ну и меня сложно мне остановиться в молитве, поэтому я буду останавливаться так мы просто молимся обычно не меньше часа именно вот молитва когда там школе молитвы молимся но я буду останавливаться потому что есть еще благословенные сестры огненные которые будут молиться сегодня поэтому слава господу иисусу пусть господь поднимает все больше молитвенников в горячих пламенных а я передаю сергей тебе ну или там кто сразу включается как там дальше на александр спасибо вот